К выстрелам в Павловском районе все привыкли, потому что здесь есть клуб «Магнум». Уже много лет он принимает Кубок России по стендовой стрельбе для мужчин и женщин. Основная дисциплина – спортинг-компакт. Это самый креативный подвид, в котором тарелки могут не только улететь от спортсменов, но и сбежать. Все полеты у нас имитируют полет охотничьей дичи, либо бег охотничьего зверя. У нас есть мишень-завец, есть мишень, летающая по небу, высоко в небе, есть свечка, как фазан взлетает, есть стелица, как куропатка. Траектории очень разнообразные. В общей сложности за два дня соревнований участники должны разбить по 200 тарелок. Лучшие спортсмены выбивают примерно 190. Однако не на каждую мишень уходит по одному патрону. У нас существует одиночная мишень, на которую дается два патрона. То есть можешь делать два выстрела. По одиночной мишени. И есть дуплет. В дуплете каждая мишень, влетающая по очереди, должна быть бита своим патроном, своим выстрелом. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Несколько из восьми площадок имеют свои особенности, ради которых часть спортсменов приезжает даже из соседних регионов, где со стрельбищами плохо или их вовсе нет. Из плюсов этого места – это все площадки нестандартные. Все площадки имеют разные фоны, ландшафты, лес, поле. Плюс ты стреляешь первая-вторая площадка с высоты вниз. То есть вот в этом есть плюс этого и нестандартность этого стенда. Каждый участник со своим оружием. Разрешено использовать полуавтоматические экземпляры. Однако в топе все же двуствольные ружья. Гладкоствольное оружие 12-го калибра в подавляющих случаях. То есть патрон применяется специально, с мелкой дробью, с небольшой навеской. На расстоянии, например, 120 метров этот выстрел из этого ружья уже практически безопасен. Цена на такой патрон в последнее время кусается. Это тоже повлияло на количество участников. Их собралось меньше, чем обычно – 131 человек со всей России. По мнению спортсменов, точнейшие стрелки прибыли из Якутии, которые славятся своими охотниками. Поэтому неудивительно, что республика Саха в мужском командном зачете стала первой. Второе место досталось Омской области. Бронзу завоевала сборная Алтайского края. В личных соревнованиях абсолютным чемпионом стал Олег Гончаров из Новосибирска. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.